Михайловский замок Самых поэтических видописцев этого периода – Андрея Мартынова. Более ста работ из собрания Русского музея, Эрмитажа и частной коллекции. Первая половина XIX века – это, как правило, Брылов, Кипренский, Иванов, то есть несколько имен. За пределами вот этих нескольких имен были интереснейшие художники, которые сделали очень много для русского искусства, для русской культуры, но просто менее известны, потому что они, как правило, работали в графике. А графика – это, в общем, не очень известный материал. Определяющим событием в творчестве художника стало путешествие к китайской границе. В 1805 году Мартынов отправился туда в составе дипломатической миссии. Перед художником поставили задачу быстро, достоверно и, главное, точно фиксировать виды и делать этнографические зарисовки. Но дипломатическая миссия посольства потерпела неудачу и лишила автора надежды издать альбом, посвященный этой поездке, за счет государственных средств. Однако продолжительное путешествие дало Мартынову множество ярких впечатлений, которые он на протяжении почти двух десятилетий использовал в творчестве. Для самого Мартынова это было удивление, когда он приехал в ту сибирскую среду и увидел вот этот неизвестный ему народ, народность, костюмы, детали. И нам сейчас это тоже мало известно. И вот сейчас мы можем пролистать и увидеть потрясающий материал. На выставке в Михайловском замке впервые экспонируется альбом «Монгольские типы», который до недавнего времени считался утраченным. Предположительно, он был сформирован художником уже в Петербурге и представляет собой своего рода авторский отбор путевых материалов. Этот альбом не так давно по счастливой случайности приобрел за границей российский коллекционер, который по еще одной случайности оказался одним из руководителей компании «Северсталь», давнего партнера Русского музея. «Северсталь» сотрудничает с музеями страны очень давно, более 15 лет. И мы уже почти 10 лет сотрудничаем с Русским музеем. Мы вкладываем деньги в культуру, потому что общее образование, общее повышение культурного уровня – это результаты нашей компании. Без повышения уровня культуры мы не добьемся результатов хороших, конкурентоспособных. Отдельное место в творчестве Мартынова занимают виды Петербурга и окрестностей. Его литографии тонко передают пространство и атмосферу северной столицы. Особенно учитывая то, что места, изображенные на картинах за 200 прошедших лет, изменились значительно, а того и ценность этой выставки – и историческая, и эмоциональная – высока сегодня как никогда. Субтитры создавал DimaTorzok